всем привет друзья с вами камран гасанов это передача королей пешки подходим к концу этого года прошла еще одна насыщенная на международное событие неделя и она традиционно связана с украиной и с нато обострение отношений россии запада самое главное событие оно произошло в конце неделе это большая пресс-конференция владимира путина где журналисты задавали разные вопросы и те вопросы которые касались международных отношений они большая часть из них концентрировалась именно вокруг украины вокруг отношений россии нато и так называемым так называемых планах россии якобы вторгнуться на территорию украины такой вопрос задавали кстати говоря не только западные даже журналисты из sky news и bbc но и отечественные на все эти вопросы владимир путин отреагировал следующим образом что главный вопрос не в том хоть хочет ли россия вторгнуться в украину а в том почему вообще собственно возникает этот вопрос да то что создается такие условия при которых россия чувствует себя мягко говоря неуютно когда нато расширяет свои просторы 5 волн до произошли нато после развала советского союза 5 волн расширения и сейчас уже обсуждается плана включения украины в североатлантический альянс и владимир путин дает еще раз понять что это невозможно это наносит огромный ущерб интересам россии что вблизи российских границ у нашего порога до это цитата не могут быть размещены американские военные базы американские ракеты до натовские ракеты средней и меньшей дальности и конечно россия никому не угрожает но принимает в расчет до такие действия то есть в настоящий момент у россии нету плана вторгнуться на украину хотя об этом путин не говорит напрямую но намекает но если будут какие-то действия со стороны украины по вторжению в донбасс до в днр и лнр и если американцы тоже будут этому не только поддакивать но и принимать конкретные действия в виде поставок вооружения там отправку своих чвк то россия конечно на это будет вынуждена отвечать также он говорит о том что цель запада в том чтобы развалить россию она стояла еще со времен будро вильсина до американского президента начала 20 века и тогда помощник вильсина предложил разделить россию на четыре части чтобы она никому не угрожала и и такие же планы в принципе стоят и сейчас да по словам путина потому что цитата у нас слишком большая страна и только этим можно объяснить постоянное давление запада на россию также были очень важные и серьезные заявления относительно украинского руководства владимир путин да это уже не время покажет это не какие-то другие политические ток-шоу это уже официальное заявление официальная позиция россия о том что зеленский находится в плену у нациков да и это киевский режим то есть владимир путин дает понять что разговаривать зеленским больше не о чем что все эти нормандские встречи ни к чему не приводят потому что украина не выполнять свою часть обязательства она не дает автономию донбассу не предоставляет особый статус русскому языку и поэтому никакие переговоры дальнейшие невозможно тем более между главами россии украины основная тематика сейчас вообще всей нашей беседы с западом крутится вокруг наших предложений о гарантиях по безопасности мид россии в середине декабря уже передал специальные предложения которых я рассказывал раньше и сейчас как сказал путин мяч на их стороне да то есть мы обозначили свои претензии свои условия свои пожелания и нато соединенным штатам нужно на это как-то реагировать и надо сказать что несмотря на первоначально какие-то скептичные критичные заявления о том что у россии не могут быть какие-то сферы интересов что россия не имеет права диктовать должна ли украина быть в над или нет обсуждение уже ведутся да то есть они приняли уже к сведению в частности недавно владимир путин поговорил с новоизбранным канцлером германии олафом шольцем и как раз шольц там заявил о том что германия рассматривает эти предложения по безопасности и путин и шольц обсуждали эти предложения и сейчас они думают как быть дальше помимо этого конечно германия как участник нормандской четверки это формат созданный для урегулирования украинского конфликта составе франции россии украины и германии он продолжает все равно формально существовать и канцлера германии говорит о том что надо продвигать переговоры в этом формате и на это путин возражает что продвижение зависит от того как будет вести себя украина будет ли она принимать те поправки о которых я сказал выше ведутся также переговоры с другим важнейшим игроком в европе франции macron переговорил с владимиром путином президент франции даем и 0 macron и они также обсуждали эти гарантии по безопасности параллельно идут кстати говоря переговоры между соединенными штатами и европы по тем же документам до который передала россия потому что эти документы касается непосредственно европа да потому что мы же говорим уберите отсюда свои военные базы уберите отсюда свои ракеты не расширяйтесь то есть все это происходит в восточной европе конечно франция германия здесь непосредственно игроки поэтому американцы с ними непосредственно разговаривают да и вот встречались перевели переговору госсекретарь сша интерни блинкин и глава дипломатии с жозе баррель и они договорились о том что любые договоренности между сша и россии по безопасности на той россии по безопасности они не могут идти в обход европы ну и конечно можно сказать вишенка на торте переговоры идут уже также между россией соединенными штатами до по линии министерстве иностранных дел и лавров заявил о том что прошел первый раунд переговоров по гарантиям по безопасности есть еще другие позитивные сигналы со стороны запада дамы конечно понимаем что оказывается давление запад делает очень критично заявление постоянно обвиняет нас но тем не менее там тоже есть здравые люди до здравые политики рациональные политики которые понимают что обострение ударит и по западу и по нам делают очень важно на мой взгляд заявление вот в части генеральный секретарь нато енс толтенберг призвал или предложил возобновить формат нато россия это формата в рамках которого россия североатлантический альянс ведут диалог поддерживают отношения они как мы знаем с 14 года со времен евро майдана были прерваны но западные сми до в части американские все равно должны были добавить ложку дегтя в эту бочку меда и вот телеканал cnn заявил о том что якобы байден дал своей команде четыре недели на выработку таких мер которые бы остановили путина от наступления в украину но это конечно абсурд да потому что у россии нету планов наступать на украину при условии что там не будут какие-то провокационные действия до которые непосредственно ущемляют интересы россии интерес русскоязычного населения днр лнр но вот cnn пишет что якобы байден готовят запасу за пазухой дубинку да и рассматривает варианты различных санкций так ли это на самом деле я в этом очень сомневаюсь но то что запад может ввести новые санкции это и бисе н н мы и так знаем из германии приходят снова не очень позитивные новости до новый министр обороны кристина ламбрехт это третья женщина министра обороны германии на минуточку заявила о том что необходимо ужесточить санкции против россии одновременно мид германии до которые возглавляют очень антироссийский политик анна-алена бербок да это зеленый политик она очень раскритиковала намерение россия выслать в ответном порядке немецких дипломатов и конечно это тоже вызывает лишь улыбку потому что ну немцы сами до выставили наших дипломатов под предлогами до надуманными они не предоставили конкретных доказательств и когда мы поступаем зеркально это почему-то обижает то есть они хотят чтобы они нас били а мы просто подставляли вторую щеку да чтобы мы никак себя не защищали и еще один удар по россии с германии закрыли вещание телеканала russia today на немецком языке надо сказать что этот канал буквально на этой неделе появился да он совершенно новый потому что было вещание на английском языке на арабском а вот немецкого именно телеканала да не было был только сайт у russia today но не прошло и трех дней как немцы его остановили это опять-таки говорит о том что на западе очень боятся информационной войны очень боятся альтернативной точки зрения и та же самая пропаганда в которой они обвиняют россию работает и у них на все 100 двинемся чуть-чуть на юг в турции как вы знаете продолжается очень сложная ситуация с экономикой эрдоган борется с лирой борется с центральным банком и западом в одном лице и он принял экстраординарные меры до чрезвычайные меры по укреплению национальной валюты в частности люди которые держат свои деньги в долларах до в лирах и во время падения лиры по отношению к доллару им обещана компенсация да то есть если у меня сбережение в мире не обменивают по текущему курсу который намного ниже чем допустим там неделю назад то государство предоставляет определенная компенсация для того чтобы люди не страдали кроме того повышена зарплата примерно в полтора раза это на самом деле историческое событие до для турции никто такого не делал и применили особые правила по депозитам в турецких лирах все эти меры направлены на поддержание лира они уже работают в начале недели почти на 20 процентов турецкая лира отыграла свои позиции но борьба продолжается эрдоган играет на грани фола до понижает дальше процентной ставки надеюсь на активизацию экономики но все держится на доверие да мы знаем что в экономике очень важен психологический фактор доверие инвесторов населения и если турки разом начнут переводить свои активы в доллары распродавать лиры то конечно это может привести гиперинфляции с непредсказуемыми политическими последствиями возвращаясь к украине также следует отметить что министерство обороны россии сделала очень важное заявление о том что американские чего как готовят провокацию с применением химического оружия в районе донецка и все это конечно опасно будем надеяться что этого не произойдет но если это произойдет то конечно здесь стоит ждать серьезную эскалацию потому что случае нападения украины на днр и лнр даже если это части украины до в рамках международного права россия будет вынуждена вмешаться как минимум ввести туда свои войска или зеленых человечков и защитить мирных жителей от наступающих не только украинских военных но и американских чвк но украина надежды не теряет она думать что все еще войдет в нато и вот владимир зеленский встретился со своими коллегами из польши и литвы и подписал с ними совместную декларацию направлен на то что вот литва и польша поддержат членство украины в нато и не только в нато но и европейском союзе но вы сами знаете литва вообще маленькая страна она особо голоса не имеет да не финансово не политическом смысле польша чуть побольше но тем не менее польша один из крупнейших получателей помощи из евросоюза из фондов европейского союза и сейчас очень сложное отношение между польшей и остальной европой потому что в польше принимает законы до которые по мнению брюсселя нарушают права человека и демократии поэтому я не думаю что польша имеет какой-то возможность пихнуть так сказать украину в нато и европейский союз идем дальше еще несколько важных событий по международной части в казахстане прошла встреча по сири в астанинском формате что здесь можно сказать переговоры это всегда хорошо это лучше чем война но пока конкретных результатов мы не видим да все еще президент сирии башар асад не готов сотрудничать с оппозицией оппозиция не признает его и все это приводит к тому что сирия остается разрозненным государством до расколовшимся на четыре части одну часть контролирует правительство которое поддержит россии иран другая часть контролируется курдами под патронажем соединенных штатов и нато есть зоны где прибывают террористы да там ни у кого контроля нету это регион идлиба и остальные территории на севере под контролем оппозиции с поддержкой турции но из позитивного можно отметить что в сирии уже почти год нету войны нету боевых действий это хорошо не только сирии но и для россии с турцией до которые имеют разные точки зрения по поводу сирийского регулирования и мы помним двадцатый год когда были риски прямого столкновения может между россией и турцией потому что они поддерживают разные фракции идем чуть севернее события в закавказе продолжается урегулирование вокруг нагорного карабаха урегулирование отношений между армии и азербайджаном и поступили сообщения о том что в конце декабря премьер-министр армении никол пашинян и президент азербайджана ильхам алиев проведут встречу в москве конечно это не отдельная встреча это встреча в рамках саммита снг которая традиционно проводится в конце года но тем не менее прямые переговоры между лидерами азербайджана армении это всегда позитивно это говорит о том что есть поступательное движение о том что открытие железных дорог автомобильных дорог до которым договорились пашинян и али в брюсселе это не просто какие-то разовые акции есть и готовность двух сторон нормализовать соотношения и это только можно приветствовать до с точки зрения россии потому что россия заинтересована в мире закавказье и последние две новости посол кыргызстана в азербайджане кайрат осман алиев предложил новый формат сотрудничества в составе трех стран закавказья и пяти стран средней азии конечно очень много вопросов вызвало это предложение даже президента кыргызстана вынес выговор своему послу потому что он предлагает формат в котором нету россии пометуя о том что у кыргызстана очень тесное отношение с россией потому что кыргызстан это член о дкб да и член яс поэтому почему здесь россии нету можно было бы например предложить 5 плюс 3 плюс 1 но у посла кыргызстана своя философия свои мысли и он считает что южный кавказ и средняя азия могут сотрудничать но единственная в поддержку этого тезиса я могу сказать что средний азии действительно тесное отношение с одной из закавказских республик это азербайджан потому что здесь и мусульманский фактор и тюркоязычный фактор до который объединяет почти все страны средней азии и по некоторым по мнению некоторых экспертов азербайджан вообще является форпостом для республик средней азии да потому что именно через азербайджан географически через каспий эти страны могут выйти в европу но тут есть конечно и роль грузии да пока нету не открыто границы между арменией азербайджаном сам по себя азербайджан не является так сказать главной транзитной страной она одна из главных транзитных стран но следующая стоит на очередь грузия потом турция то есть еще как минимум три страны важны и заключение афганистан да как вы знаете там у власти с лета находится талибы и наконец-таки совет безопасности он принял резолюцию о решении о разрешении гуманитарной помощи афганистану это по сути манна небесная да для талибов потому что они страдают от экономического кризиса все страны закрыли свои границы нету дипломатического общения да то есть на уровне стран никто не признает режим талибов хотя они формально ведут с ними переговоры общаются но вот на уровне он это было важное решение потому что афганистан страдает от кризиса очень много бедных людей страдают от нехватки воды конечно предоставление помощи от гуманитарных организаций да под патронажем совета безопасности он конечно немножко облегчит участь несчастных людей которые живут в этом горном государстве ну что ж на этом у меня на сегодня все это были итоги недели с камраном гасановым до новых встреч